Уже в конце этого месяца перекроют проезд по улице Ленинской в центре Петропавловска. Как ожидается, из-за проведения масштабных коммунальных работ, дорога будет закрыта в течение года, а вся транспортная нагрузка ляжет на Советскую. Там организуют двустороннее движение. На оперативном совещании в краевом правительстве глава города Константин Брызгин рассказал, как ведётся подготовка к сложному периоду. Мы приступили к ямочному ремонту уличной дорожной сети Петропавловска. С точки зрения магистральных дорог, первая дорога, которая будет отремонтирована, это улица Советская. Связано это с тем, что в ближайшее время, как Владимир Викторович, вы знаете, мы уже говорили жителям, в ближайшее время, в конце мая, будет перекрыта улица Ленинская, и вся основная нагрузка, безусловно, ляжет на улицу Советскую. Поэтому нам необходимо привести её в соответствие с учётом нагрузок, которые на неё лягут. Кроме того, по словам Константина Брызгина, завершается разработка новой схемы движения по улице Советской. Сейчас совместно с водоканалом и госавтоинспекцией власти города решают, что делать с общественным транспортом, как организовать его работу с учётом сильной загруженности дороги. В ближайшее время схема движения будет опубликована. Всеми возможными способами мы доведём её до наших жителей, в том числе и с помощью сервиса ТУГИС. Соответствующее соглашение у нас с ними заключено. Напомним, дорога по Ленинской будет перекрыта для замены ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, а также продолжения работ по объединению теплоэлектростанций ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Чтобы справиться быстрее, сотрудники подрядной организации собираются трудиться в три смены. Для замены сети они будут скрывать дорожное полотно. И после засыпки грунта понадобится время, чтобы он утрамбовался. Поэтому асфальтирование проведут только в следующем году. В тёплый период власти хотят полностью благоустроить участок, в том числе и уложить ливневую канализацию, которой сейчас на этой дороге нет. Стоит отметить, что подобные работы в прошлом году прошли на Советской в центре города. Они начались в июне и завершились в конце октября. Все эти месяцы сквозного движения на Советской не было, а на Ленинской оно было изменено. В частности, там тоже организовали двустороннее движение, нанесли новую разметку, установили дополнительные знаки и светофоры. Такие изменения создавали для горожан немало проблем. Так, например, им приходилось терять немало времени в километровых пробках.